Всем привет дорогие друзья, с вами Алексей и сегодня у нас будет видео посвященное тому, как же выбрать игровой ноутбук за минимальную сумму денег. Это очень актуальный вопрос в плане того, что все практически хотят ноутбук игровой, чтобы он прям тянул все, что можно было, все, что выходит из игровой индустрии, но у них нет на это столько денег, чтобы позволить себе какой-нибудь Asus игровой или MSI игровой и приходится что-то искать такое. Конечно же есть люди, которые, менеджеры, которые помогают в магазинах, а есть, которые просто какую-то чушь предлагают. Итак, в нашем канале давно не было видео, в общем, скоро они будут еще чаще выходить, не забывайте про наш канал, смотрите, лайкайте, комментируйте, это очень важно, даже если комментарий плохой, мы все равно принимаем его к сведению. Так, ладно, погнали. Не будем изменять традиции, конечно, есть магазины намного лучше, да, там DNS, дешевле и так далее, но просто у нас такая традиция небольшая, несмотря на то, что DNS никак не сотрудничает с нами, это очевидно, мы не такой бешено знаменитый канал. Так, ноутбуки и планшеты, зайдем. Обычно все хотят ноутбук за 30 тысяч рублей, если кто-то хочет с магазина ноутбук за 20 тысяч рублей, пускай дальше спит и видит сны, где этот ноутбук стоит 20 тысяч рублей игровой. Конечно, можно купить ноутбук и за 15, мы видим и за 13, но с таким ноутбуком вы можете поиграть разве что в игре там 2000 года и то, и то, и то это очень опасно будет, потому что система охлаждения там никак не рассчитана на это. Ладно, так, продолжаем, то есть сейчас мы как бы сделаем чуть-чуть по-другому, чтобы было лучше видно, но более-менее, я считаю, будет видно так, потому что здесь есть какие-то технические характеристики, в этом же виде их вообще нету, то есть толком, просто модель, название. Так, ну вот так, я думаю, будет само то. Ладно, погнали, пацаны, ищем, ищем. Что касается 20 тысяч, давайте посмотрим, что есть за 20 тысяч рублей, то есть стоит ли вообще это делать, так как на ноутбуке, в принципе, все устройства мобильные, да, и столько мощности не будет. Даже если вы возьмете не самый дорогой Core i5, на ПК возьмете средненькую видеокарточку, там мультимедийную, какой-нибудь 500 серии, да, и у вас это выйдет за 30 тысяч рублей все вместе, и возьмете ноутбук, даже если ноутбук будет там за 40 тысяч рублей, на ноутбуке будет какой-то стоять самый манявый Core i5, не надо забывать, что ноутбук это все-таки мобильная версия, она чуть-чуть послабже идет, то есть не надо сравнивать. Ноутбук с ПК на ноутбуке надо, наоборот, все мощнее брать, то есть не надо думать, что я вот купил ноутбук на Core i5 модели такого-то там поколения, и вроде он должен быть быстрее, там, ПК, так как ПК дешевле стоит, нет, на самом деле не так, на ПК дает фору, то есть надо сверху еще брать, чтобы как-то сравняться с обычным игровым ПК. Не будет вам никакой пентиум дарить радости, там, бешеный фпс дарить, нет, 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 нет. И игровые видеокарты на ноутбуках это уже карты от сороковой, там, то есть под группу, то есть идет 640, да, там, 740, там, 540, да, ну а дальше уже, ниже уже есть смысл, нет, 940. Все, что 30, да, это уже такой, ну, то есть это уже будет настолько, как бы, хреново играться, что, ну, не совсем хорошо, то есть некомфортно на максимальных и средних настройках, это точно. Итак, ну, видим, уже пошли 20 тысяч рублей, так, ну вот, Dex, да, возьмем Dex, потому что Dex, по-моему, все-таки не берет за бренд, так как это ДНС. Так, все характеристики, что мы получаем за 20 тысяч рублей, в принципе, там не будет никакого разбега, мы просто взяли за 20 тысяч рублей, возьмем за 25, и за 30, и за 40 тысяч рублей. Так, за 20 тысяч рублей у нас обычное стандартное разрешение, стандартный кран на матовый, пень, ну, пень такой себе, нормальный пень, оперативная память. Так, оперативной памяти не так уж и много, ну, как встроенная графика идет, ну, и как бы все, встроенная графика, то есть, в принципе, поиграть какие-нибудь древние-древние-древние греческие игрушки или какие-нибудь игрушки, типа там, ну, может что-то на нем и запустится, но вы его спалите нахрен просто в раз. Тем более, что это вообще ни разу не игровой ноутбук. Так, ладно, идем дальше. Даже объяснять не хочу, там просто не о чем объяснять, то есть, даже не к чему прицепиться, чтобы объяснить, просто... Как для игрового ноутбука это хлама. Конечно, для работы, там, для просмотра видео в интернете, конечно, почему бы и нет. Обычный хороший ноутбук, стандартный, ничего особенного. Так, теперь найдем за 25 тысяч рублей. Так, ну вот, пошли за 25 тысяч рублей. Давайте возьмем Acer. Конечно, ну, там разбег небольшой будет. Ну, вот давайте Acer назовем. Тут чуть-чуть уже поинтереснее идет. Планки, опять же, мало, всего 2 гигабайта оперативной памяти, жесткий диск, пускай 500 рублей. Но вот уже разрешение кратно, экрана повыше, да, 1600-900. В принципе, видюшки уже будут поприятнее смотреть. Там, и так далее. Ну, опять же, пень идет, и по поводу ПНЕ, ничего больше нет. Вот, можно еще какой-нибудь в виде Dexp, или что-то там в плане Lenovo взять. Так, ну, перемотаем сейчас быстренько. Так, по-другому буду немножко открывать, чтобы так перематывать. 25-25. Acer брали, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Так, ну вот, давайте еще вот Lenovo возьмем. Так, что у нас опять уже поинтереснее. 4 гигабайта, в принципе, экран стандартный. Уже предустановленная система у него вроде как стоит. Ну, у него вообще плачевный, у него общий целерон. Ну, в общем, тут ищи, не ищи, как бы, толку не будет. 25-25 тысяч какого-то особенного варианта, где вы думаете, скажете, ага, я нашел его, и все круто, у меня будет все тянуть. Нет. Из-за, как бы, из-за цен, которые, вот, не очень такие реальные. В плане, потому что, там, несколько лет назад, два года назад, и, там, может, год назад можно было взять за 30 тысяч. Очень хороший, там, ноут на Core i5 с такой картой, которая приближена к игровой, и, в принципе, будет справляться со своими, как бы, обязанностями в плане игр. Но сейчас такого очень трудно найти. Опять, приближаемся к цене, там, 30 тысяч, да? Ну, вот, Dell, 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 чем-то Dell. Вот, вот, допустим, такой, ну, вариант уже на Core i3 идет. Вот, это уже другой разговор, это уже намного интереснее. То есть, Core i3, это все-таки интереснее, чем целеронный Pentium. Поэтому, вот, мы видим, ну, Dexp, но, тем не менее, тем не менее, надо дать ему шанс. Ну, такой строгий, обычный дизайн, ничего сложного такого не придумано здесь. Максимум вложено в начинку, вот так скажу. Больше никаких излишеств. Экран достаточно неплохой. Диагональ хорошая, в принципе. Core i3, опять же, 4 гига оперативной памяти. И, вот, есть встроенный, и, в общем, две видюхи, в общем, есть. Давайте глянем, глянем, давайте. Вот, 930, в принципе, да. 930M, она уже более интересная. Можно даже посмотреть на сайте производителей, как вообще позиционируют эту видеокарту. То есть, на самом сайте. Что они вообще сами думают об этом? Так. Предназначена для мультимедиа премиум видеокарта GeForce. 930M обеспечивает в 3,5 раза большую графическую производительность для игр и ускоряет лучше фото и видео мультимедийных приложений. Так. Ну, вот, опять же, поддержка DirectX 12. Так, мы видим, очень 920-ю. Ну, если я не ошибаюсь. Мультимедиа и развлечения. То есть, ну, тут уже так, как-то так уже. Ну, я вам честно говорю, что вот... Ну, вот 40-й. Вот 40-й нормально уже начинается. А, 40-й уже... То есть, ну, тут уже 30-ю, как видно, подразогнали. Да, они как бы пытаются там сказать, что для игр упоминают об этом. Но вот 40-й уже все более серьезно идет. Ну, в принципе, и с 30-й тоже можно постараться. Но ниже, я думаю, смысла даже не то, что нет. Даже смотреть туда не надо. Так, ну, опять же, вот у нас такой неплохой вариант. То есть, достаточно такой шустренький процессор идет. Достаточно такая неплохая видюшка, хорошее разрешение. Вот если бы разрешение было поменьше, она бы справлялась, думаю, побыстрее. Но, тем не менее, это такой неплохой вариант в плане начинки. Как бы я вот могу вам посоветовать его. То есть, ноутбук Dell Atlas H171. Можно, конечно, еще посмотреть, но вот так вот. Ну, вот опять же идет Core 3, да, там 505-й, да, тут уже 405-й и разрешение. То есть, разница, смотрите, не такая большая. Но вот Dell. Sorry, sorry, так. Походу, все, слетели, сбросили, короче. Все, это же бешеную штуку. Ну, в общем, в плане Dexp, я не знаю точно. Не могу сказать за каждый ноутбук, что вот этот ноутбук будет хорошо, там, служит вам 5 лет, 3 года, там, ладно, 2. А вот этот быстро весь ушатается. Нет, это я не могу такого сказать. Но в плане начинки я говорю, что этот ноутбук лучше другого. А там уже можете сами посмотреть, как по внешнему виду, по отзывам, которые люди уже брали, как вообще ноутбук работает, служит. Но по начинке, вот по начинке, я говорю вам так вот. Разница небольшая, там, вроде 500 рублей. И мы видим, что тут уже все очень скучно. Процессор чуть-чуть послабже. Видеюхи никакой шикарнейшей там даже нету и не будет. Тут только встроено. И в плане того, что цена всего лишь 500 рублей. Вот почему это видео сделано. В плане того, что в разнице 500 рублей, вот на этом ноутбуке, вы ничего не сделаете с играми. Просто будете... Включите и ничего не будет у вас. Будет все тормозить, тупить и то, если заработает. А если вы доплатите 500 рублей, вы просто будете реально играть в GTA V, Battlefield. Ну, почти все игры будете играть на высоких, на средних настройках. Ну, конечно, FPS будет не самое шикарное, но вы будете играть, в принципе, спокойно на средних настройках. Так. Ну, вот еще есть Z29 Atlas. Тут разница, я думаю, будет в разрешении экрана. Да, я прав. В разрешении экрана процессор такой же стоит. Ну, и лиха такая же стоит. То есть, в принципе, там надо смотреть внимательно. То есть, я лично бы заплатил 1000 рублей за то, чтобы взять этот ноутбук, нежели этот. Вот и все. Так, идем дальше. Ну, и, как правило, там будет чуть-чуть улучшаться слегонца. Опять же, мы видим, что начинка у всех ноутбуков приблизительно одна и та же. Но, если вы платите за бренд, вы можете упустить что-то в плане начинки, если вы еще не поняли. Поэтому, если у вас не совсем много денег, не платите за бренд, платите за начинку ноутбука. Ну, опять, то есть, вот, то есть, тут нет нормальной видюхи, поэтому, те, кто хотел поиграть, пожалуйста, будьте внимательны. Поэтому, вам стоит обращать внимание, если у вас очень мало денег на другие ноутбуки в плане, так как Dex, Lenovo, ну, больше даже Dex. Так, идем дальше. Ну, и вот в районе, там, 35 сейчас выберем. То есть, за 30 я бы вам порекомендовал тот ноутбук Atlas, да? У него и видеокарта такая неплохая. Но, будете в магазине уже посмотреть, пощупать его, как он вообще сделан, скрипит, не скрипит, там, какие материалы. Все-таки через интернет этого сказать, ну, нельзя с 100% уверенностью. Так, опять берем, давайте возьмем три ноутбука, Dell, Lenovo, я очень хочу Dex, ну, давайте вот этот Dex возьмем. Я думаю, вы там сильно будете ругаться, что он чуть-чуть подороже. Так, вот, три ноутбука у нас. В принципе, цена практически одинаковая, да, там. Да, одинаковая цена, что уж говорить там, ладно. Итак, плюсом установленной адресной системы я не считаю, это такой какой-то невесомый плюс. Лучше бы взять без него, но подешевле. Итак, что он нам предлагает Dell? Dell нам предлагает Core i5-52-00U, то есть, я так понимаю, это ультрабук, как бы, У уйдет ультра. Ну, или под ультрабук какой-то закос у него, ну, да, он такой тонкий, вот он, размером такой очень. Да, типа ультрабук. Ну, я бы, на самом деле, буковке У не сильно радовался, но все же неплохо. Ну, круто. Ну, по-моему, обычная линейка него, она более производительная будет, наверное. Так, ну, вот мы видим, 920-я видеокарта. Ну, да, нормальный процессор на видеокарте, не совсем игровая. И можно было сэкономить 10 тысяч рублей, а на 10 тысяч рублей шикардос куда-то сходить отдохнуть. Или взять себе тот же, там, телефон или планшет. Ну, просто вряд ли вы заметите какую-то бешеную производительность в плане ноутбука, который мы видели за 25 тысяч от Dell. Там будет стоять Core i3, который будет пару секунд проигрывать по мощности, там, откликов, процессоров и так далее. Но по видеокарте тот выиграет. Ну, поэтому в играх, скорее всего, тот даже лучше будет. То есть, вы можете взять ноутбук за 25 тысяч, а Dell, не оплатив за бренд, платив за начинку. И можете проиграть, взять, там, Dell или какой-то другой ноутбук за 35 тысяч, заплатив больше, но он будет хуже. Вот в этом плане. То есть, смотрите, какие вот тут есть лазейки сумасшедшие. Ну, вот возьмем Lenovo. Lenovo, я бы не сказал, что какой-то шикарный бренд типа Asus. Ну, я не считаю лично. Пишите свое мнение, кому какой бренд больше нравится. И в плане ноутбуков я бы все-таки рекомендовал Intel и NVIDIA, потому что, ну, пока еще не справились ребята с перегревом. И такими сильными бывают у них. Так, а 8? Ну, а 8? Ну, а 8 это что-то между Core i5 и Core i3. Не хочу плохо сказать. Ну, и Radio iNR5. Ну, в принципе, такой аналог того же самого ноутбука. Ну, и давайте перейдем. То есть, аналог Dell. То есть, ну, они одинаковые практически по мощности. Да, тут оценка у него вообще плохая. Ну, может, чуть-чуть посильнее этот. Чуть-чуть. Ну, вот, перейдем. Давайте в плане дизайна посмотрим. Вот эти такие, как бы, ну, ничего сделано. Под ультро-бук закос такой. Ну, у Dell такой еще поудачнее даже закос. Так, ну, вот, Dex тоже такой весь хорошенький. Ну, видим, какая-то уже агрессивная сторона. Охлаждение какой-то у него там оранжевого и так далее. Никаких простых наклейок. Все так по фуншую сделано. Вроде нормальная клавиатура для ноутбука. Какая-то там замудренно грязная. В принципе, ничего сказать. Обычный интерфейс. Закос под небольшой такой ультро-бук. Итак, мы видим небольшое разрешение экрана. Но там можно доплатить, я думаю, рублей 500 тысяч. И у вас будет там Full HD. Core i5, 4210M. Так, 4 гигабайт оперативной памяти, D16. И опять же, 940-ая видеокарта. Ну, в принципе. Так, секундочку. Телефон, телефон. Уберем телефон. В принципе, вот неплохой вариант. Ну, реально неплохой. Ну, вот. Так. Вот. То есть, мы доплатили там 1000 рублей. И вот у нас, пожалуйста, поинтереснее разрешение. Так, тут 17. Там 17 дюймового. Здесь 15. Ну, в принципе, друзья, что хотел для вас донести. Те, кто реально хотел себе приобрести ноутбук, просто мне пишут очень часто. Там подскажи выбрать то, подскажи это. И, исходя из этого, я все-таки как-то свожу все в одну точку и стараюсь делать видео. Не слушайте всех консультантов подряд. Если у вас какие-то сомнения, лучше пообщайтесь с своими знакомыми. Зайдите на наш канал. Посмотрите это видео обязательно. Если хотите себе выбрать ноутбук. Полистайте информацию в интернете. Не торопитесь. Не ведитесь на бренд, на слова менеджеров и так далее. Не все менеджеры хорошо. Есть те, кто реально помогают. И есть, кто, ну, как бы спихивает товар. И все. Мы реально видели, что за 25 тысяч ноутбук удачнее, чем за 35. И за 35 можно взять отличный дексп. То есть, конечно, можно было лучше взять. Но мы говорим про магазин. Так, ну, в принципе, на этом все. Я думаю, мысль ясна. Всем спасибо за внимание. С моим был Алексей. Скоро будет очень много крутых видео на канале. Полезных, что самое главное. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.